Итак, лабораторная работа номер 5, типовые алгоритмы с одномерными массивами. Ну и сейчас рассмотрим задачу, то есть переписать элементы целочисленного массива размером с 15, кратный 5 в массив B. Если такие элементы отсутствуют, то вывести на экран соответствующие сообщения. Так, начинаем писать программу, заголовка. Так, дальше нам понадобится константа, которой будем обозначать максимальное количество элементов. 15. Так, дальше нам понадобятся переменные. Массив A, массив B целочисленный. Рассматриваем самый крайний вариант, когда может быть 15 значений элементов массива A будут кратны, соответственно, 5. 20. Так, и понадобятся переменные A и G, которые будут на целочисленные. Так, начинаем писать тел программы. Так, сформируем массив A с генератором случайных чисел. Так, ну и выведем на экран, чтобы увидеть, что из себя представляет генерированное значение. Используем стандартную функцию генератора случайных чисел. Так, при помощи стандартного оператора процедуры выводим на экран сформировавшийся массив. Так, ну и при помощи пустого оператора вывода переводим курсор на новую строку, потому что раньше использовал сокращенные. Так, теперь обнуляем значение параметра Z0. Так, дальше опять пишем цикл. Так, проверяем условия. Если A и T делится на 5, если A и T делится на 5, через остатка, тогда J увеличиваем на единицу начинаем формировать массив B из элементов массива A, который кратный 5. и так, ну и выводим на экран сформировавшийся массив. Но изначально проверяем. то есть если J не равно нулю, тогда выводим на экран от единицы до J, J максимально может быть равно M. оси B оси B оси B на экран скидку Ahora apart скидку скидку на экран скидку Так, поставим пустой для перевода курсора на новую строку. Так, а иначе, пишем сообщение. Так, мы проверяем. Так, вот у нас опять слились значения, то есть здесь мы забыли делать следующее, то есть здесь поставим два пробела, ну и соответственно здесь поставим два пробела. Ну и больше, как кому нравится, так, заново проверяем. Так, ну и вот у нас сформированный массив А и вот у нас уже на основании массива А сформированный массив Б, соответственно кратный пяти. То есть три элемента из исходного массива. так, вот чем заключается основное выполнение первого этапа основного лабораторной работы. так, следующее, переходим как вариант в электронную таблицу. Так, здесь пишем слово параметр. значение. Так, дальше. Ровно 15. Так, а изменяется. Ну и здесь тот же самый момент, если там генератор случайных чисел использовался, то если хотите получить вот этот результат, то вам придется ввести вот эти все генерированные значения, либо здесь мы просто поступим, то есть забьем любые. так, ну и давайте сформируем массив Б. Так, опять воспользуемся функцией если. то есть если исходное значение делится на 5, то есть равное 0 без остатка, то мы выводим соответственное значение. Если ложь, тогда оставляем эту ячейку. вот у нас 5, 10 и 15 в данном варианте. Так, вот чем заключается этап номер 2 после основного. так, следующий этап оформления работы. так, пишем условия задачи. Так, копируем программу. так, ну и рисуем блок схемы. То есть изначально вставляем полотно. Так, начинаем сначала. так, дальше вычислительный блок. Здесь будет у нас константа, потому что используется. так, дальше берем цикл. цикл. так, в цикле будет вычислительный блок. это присвоение значений загенерировано в случайном порядке. так, вывод. warehouse числу 8. в них вывод одномерного массива. Так, дальше присвоение параметра jű 0, опять будет цикл. Дальше будет проверяться условия Так, если условие верно будет формироваться значение Так, после этого опять у нас будут условия Так, если условие неверно будет нас выводиться о том, что у нас элементу кратных 5 Так, если условие верно, то соответственно выводятся элементы одномерного массива Так, и... Сойдет на конец Так, ну и сейчас соединяем соединительные Порядок следования Так, ну и сейчас соединяем соединительные Так, ну и сейчас соединяем соединительные Так, выход из цикла Очень отдачная Условия Так, если условие неверно, значит у нас нет кратных 5 И если условие неверно, значит идем на вывод элементов массива Так, ну и окончательно выходим на конец Так, ну и начинаем заполнять Так, начало Дальше вниз пишем константу Так, здесь у нас параметр I меняется I меняется От 1 до N Так, дальше 3 цикла И формируем Дальше Выводим На экран Сформируем Одномерный массив Так Так Начальное значение G присылаем 0 Так Следую Следую Опять Параметр I Так Следую У нас будет изменяться Параметр Одного Удаваем Проверяем Условия Кратные нам 5 или нет Элементы массива Кратные Так Если кратные Кратные Элементы Увеличиваем Увеличиваем значение J И присылаем массиву B Элементы Массиву A Так Дальше Проверяем Условия Условия О том Что Сформирован у нас Массив B или нет Если нет Если нет Мы вводим Сообщения Что их нету Так А если есть то Вводим на экран А изменяется от 1 до J Соответственно Аггменты на силу B А изменяется от 1 до 1 до 1 А изменяется Так Ну и заканчиваем выполнять программу программу Так вот у нас схема Длини не должны пересекаться Так вот была схема на данной реализованной задачи И последним этапом необходимо защитить свою работу преподавателя длину от 1 до 1 до 1 до 1 до Продолжение следует...